Кстати, в Нижневартовске реализовали очередной грантовый проект. Новые турники установили на средства президентских выплат, которые выиграл фонд «Мы вместе». К открытию приурочили небольшой праздник. В нем приняли участие маленькие жители, близлежащих домов, а также наш корреспондент Алексей Шабанов. Они тренировались очень долго, для того, чтобы вот так у них получилось. Радость для любого спортсмена. Обычный турник во дворе. Если умеешь подтягиваться и делать солнышко, большего и не нужно. Таких турниковых комплексов в Нижневартовске добрый десяток. Самую новую площадку приобрели за счет средств гранта. Установлена она на средства, полученные в результате победы в конкурсе фонда президентских грантов. Вот денежки получили, площадку установили. Мы будем продолжать писать проекты и подавать их на конкурс. Ну, если денежку будем получать, конечно же, будем площадки устанавливать. Кроме показательных выступлений по воркауту, организаторы подготовили для маленьких гостей веселые старты. Давай, убеги! В качестве волонтеров организаторам помогали участники проекта «В добрый путь». Он создан для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В течение года они проходят реабилитацию в центре «Феникс». Сажают деревья, убирают город, принимают участие в спортивных мероприятиях. Насильно никто никого, конечно, не держит, но, тем не менее, все зависит от каждого человека. Вот насколько он чувствует он как себе, насколько он желает что-то изменить в своей жизни. Собственно говоря, вот это и определяет хождение в течение всего года. Они и сами приобщаются к спорту, если не успели сделать этого раньше. На этот раз ребят пригласили на тренировку по ушу, которую провел мастер гимнастики Тай Цзи Цуань Иван Олещенко. Просто посмотрите по сложности. Проект «ЗОЖ» в Нижневартовске работает в режиме нон-стоп. Присоединиться к нему могут все желающие. Алексей Шабанов, Рамиль Хайрулин, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.